могу кого-нибудь вот еще в качестве модели пригласить сюда показывать как это может проявляться на внешнем или попробовать показывать на себе значит смотрите итак у нас в центре нашего внимания у нас большая ягодичная мышца то есть основной передняя задний стабилизатор нашего таза кроме того один из пучков этой мышцы участвует боковой стабилизации то есть через подвздошно-перцовый тракт это уже боковая стабилизация отсюда у нас своей красотой будет реагировать на любой перекос таза и вот что интересно когда об этом зашла речь я полез в интернет и естественно мне захотелось как бы посмотреть вообще насколько часто вот и для того чтобы ну найти какие-то иллюстрации для занятий я там стал вбивать разные запросы в конце концов один из запросов я не буду уже говорить как я к нему пришел значит там итоговый запрос был кастинг эротика ну потому что нужно чтобы в голом виде был человек извините яндекс вот так вот выдает и что там было там в общем колоссальный тысячи тысячи наборов фотографий там где девушка последовательно значит в одежде без одежды фронтом без одежды в бок и без одежды со спины вот если вы выбьете вот это вот вы найдете огромное количество фотографий и что интересно я не нашел ни одной ни одной вот смотрю просто я перебрал врать не буду десятка четыре ну дальше меня просто уже надоело просто подряд идешь и смотришь так она одно плечо выше другого таз сзади смотришь так одна ягодица выше другой ости ягодичные выше другой все перекос каким образом мы можем все это смотреть мы можем смотреть по уровню вот здесь просто представив вот так вот руки на таз у нас обязательно одна будет выше другая ниже человека пуговки вот эти вот то же самое одна выше одна не практически все дальше булочка 1 как вы сейчас вот видели практически у всех у нас одна чуть пошире другая чуть поуже то есть тонус раз далее если ослаблены в общем и целом чем это проявляется как я уже говорил первое что мы видим у мужчин это первое может броситься в глаза живот это уже первый признак того чтобы таск перед наклонен у женщин это сразу смотрите на лобок на бог как бы погружен туда в норме вот и и живот и вот эти вот кости и бедра и лобок должны образовывать как стол ровную плоскость то есть если я кладу туда шахматную доску то как раз вот она должна найти всех вот нормально лежать а если лобок туда прячется вот между бедер туда все не покажу не скажу вот то вот это вот уже означает что ягодица слабые то есть мы имеем перегнутость поясницы и соответственно дестабилизацию вот что еще у нас значит я не буду сейчас вам пересказывать там все возможные цепочки но вот мы уже с вами дальше через механизм антагонист и агонист у нас укороченность подвздошно-поясничной мышцы влияет на что у нас еще может повлиять что у нас еще сюда вот тянет грубо говоря меняет мышца бедра вместе с подвздошно-поясничной а что еще здесь у нас а здесь у нас еще мышцы натягивающих широкую пасту и бедра а здесь у нас еще малая ягодичная мышца да а здесь у нас еще передний пучок средней ягодичной мышцы и это все влияет здесь плюс у нас еще может влиять состояние брюшного пресса через рефлекторный механизм плюс значит у нас еще теперь механизм грубо говоря синергистов или то что у нас подстраховывает у нас могут влиять экстензоры поскольку они выполняют ту же функцию и если они будут гипер ну как бы на самом деле не гипер активность и не гипертонус на самом деле вот эту укороченность но она в мозг сигнал дает как будто гипертонус и мозг слушает и выключает ягодицы это у нас экстензоры раз это у нас квадратная мышца поясницы два это у нас задний пучок средней ягодичной мышцы помнить у вас нашли так же как и пучок малый да то есть у нас все вот это вот влияет видите сколько сразу набралось и здесь вот эти вот мышцы которые у нас распрямляют туловище тоже в какой-то мере потому что за счет именно поясницы мы начинаем идти тогда когда у нас отказывает ягодицы при этом у нас бываются поясничные боли потому что эта мышца она не готова к процессу ходьбы она совершенно не хочет это только на этом уровне теперь спускаемся дальше а что у нас может привести например к укороченности той же самой подвздошно-поясничной мышцы ну я не беру там почки гинекологии все два дня только потратим на то что будем говорить как вам вообще все плохо и мы помрем возьмем самое распространенное напряженную укороченная икра это кстати вот женщины которые носят каблуки ваш выход называется у вас у всех укороченная икра наш вы привыкли ходить на цирку у вас игры не работают и к чему это приводит вот здесь вот как вы помните сзади у нас тут камбаловидная мышца и икроножная и соответственно вот икроножная она пересекает у нас коленный сустав и теперь будучи постоянно сокращенной то есть состояние переднего падения или на каблуках если она сокращенная даже без каблуков то что получается она укороченная мы встаем ровно но она у нас показывает что она у нас укороченная и она не дает до конца распрямиться колену колено у нас становится вот так полусогнутым правильно что у нас дальше идет если у нас полусогнутое колено у нас включается мышцы которые стабилизируют колено в том числе квадрицепс правильно потому что если мы на полусогнутых вот так вот встаем у нас неизбежно здесь напрягает здесь вот у нас пожалуйста и прямая мышца бедра тут подключается благополучно и латеральная широкая а латеральная широкая она здесь вот через мышечную перегородку влияет на место присоединения у нас грубо говоря ягодичной мышцы к бугристости на бедренной кости то есть вот это вот зона может отключать тоже и знаете термин то копины уши да вот вот здесь вот если у нас проблемное место естественно у нас будет отечность и уплотнение мышц вместе прикрепления а если у нас уплотнение с и нитной ткани и отечность вместе прикрепления мышцы то у нас будет сдавливаться во первых сухожильный орган гольджи который будет выключать эту мышцу а во-вторых будет оказываться давление на само место прикрепления будет оказываться давление на болевые рецепторы на надкоснице вот и соответственно мышцы будут активно выключаться из работы вот вам еще один механизм то есть и через прямую мышцу бедра задействуется синергист подвздошно-поясничная через рефлекторный механизм выключается ягодичные непосредственно вот прямой мышцы бедра и также прямая мышца бедра выключается и укорачивается при постоянном сидении то есть вот я как-то сейчас сижу да вы помните что прямая мышца бедра она здесь сокращается потому что я согнул бедро вот так она растянута а вот так она сокращена а латеральная широкая наоборот вот так она сокращена а вот так растянута у меня здесь получаются ножницы которые нарушают соответственно питание в данном регионе и по нарушению питания то мышцы у нас становится укорочен поэтому все мои любители сидящего труда за компьютером так или иначе имеем склонность вот ко всей этой бодель к отключению ягодичных мышц чего в общем то мы все сейчас очень хорошо продемонстрировали на столе практически никого нет с хорошими ягодицами вот такие вот дела и поэтому у нас клиенты в этом плане будут всегда и вы только должны уметь работать то есть вот мы сейчас с вами перечислили основные причины основные мышцы соседи с которыми у нас может конфликтовать значит большая ягодичная мышца и соответственно ослабляться и так давайте еще раз вспомним большая ягодичная первое и наиглавнейшее это ее антагонист подвздошно-поясничная и соответственно второй антагонист это прямая мышца бедра раз второе значит задний пучок средней ягодичной мышцы потому что как синергист он вначале включается для того чтобы исполнить роль большой ягодичной а потом когда она от переутомления становится укороченной она уже начинает рефлекторно гнобить и не давать и даже тренироваться и включаться то же самое большое ягодичное далее передний пучок средний ягодичный и соответственно малая ягодичная мышца как антагонисты потому что мало ягодичная она поворачивает бедро сюда и тем самым растягивает как бы и плюс еще немножечко сгибает бедро в общем то в какой-то мере она антагонист и тем самым вместе с подвздошно-поясничной часто служит причиной дальше латеральная широкая часто тоже приводит к соответственно проблемам в большой ягодичной ну почему икра будет каменеть это отдельный длинный разговор пока что удовлетворимся тем что она просто вот мы ей займемся иначе мы с вами никогда не закончим вот ну и наконец зона люмбором квадратом квадратной мышцы поясницы и соответственно разгибателя спины вот это может влиять ну и дополнительно могут влиять естественно проблемы сустава тазобедренного то есть а также кпс а потому что если у нас больной сустав то естественно все мышцы которые так сказать относятся к этому сустава они тоже все будут в состоянии нестояния по той простой причине что больной сустав требует стабилизации и мышцы последовательно пройдут стадию перенапряжения и затем стадию укорочения это мы с вами разбирали неоднократно но еще раз напомню что мышца гипертонусу долгое время не способна и она неизбежно сначала даже начав с гипертонуса она все равно переходит в стадию просто укорочения и функциональной слабости потому что мышца будучи в напряжении длительное время она во первых сожрет все питание не питается питание не будет во вторых она сама себе питание перекрывает зажимая сосуды будучи укороченной и также не способен постоянно стимулировать мышцу мозг и проводниковая система то есть нерв не способен бесконечное время проводить нейроимпульсы чтобы достигать стимулом сию мышцу то есть мышцы как итог общий не приспособлены длительной статике ну кто сомневается можете как бы взять в руку вот так вот что-нибудь там небольшой просто хотя бы вот так ничего не берите просто постойте денек вот так вот протянутой рукой не уверен что кто-то простоит хотя легенды о йоге который там в какой-то асане заново и год простояло гуляют народе но лично я этого йога не видел поэтому как бы соответственно сие процессы мы не относим нормально вот такие вот у нас пироги поэтому наша задача когда мы работаем с мышечными тонусами мы соответственно должны отработать вот все эти мышцы проверить которые могут быть мы вот сейчас видите мы нашли допустим грушевидную провели ее в порядок у нас заработало слава богу все хорошо но для того чтобы это у нас через пять десять минут не вернулось мы должны проверить и остальные мышцы и так вот сейчас мы с вами займемся как раз вот этим вот моментом то есть мы будем проверять последовательно все что у нас задействовано соответственно и может влиять на нашу ягодичную мышцу последовательно то есть сейчас мы как сделаем сначала будем находить ближайших потом пробивать возможные корни этого ближайшего чтобы было наиболее рационально потому что некоторые моменты как допустим вот латеральная широкая мышца чаще всего они берут корни все-таки еще в более нижних отделах в икре поэтому нет смысла например отрабатывать среднюю ягодичную сзади в то время как скорее всего это все проблемы именно икра ножки ну или как самое такое уж ближайшее латеральной широкой но никак не непосредственно средней ягодичной если конечно у нас покажет что латеральная широкая в норме икра в норме то мы будем заниматься в мгновении а в а